Идем дальше. Группа наукоразвития. А, вторая часть. О, извините, конечно же, конечно, да. Другая точка зрения. Мы подумали над определением личности, которое мы уже два дня пытаемся сформулировать и отошли от типа 1 и типа 2. И вот к чему мы пришли, собственно. Личность — это человек, который в процессе социализации приобретает ценности. То есть важным аспектом является социум и ценности. В определении стоит многоточие, не случайно, потому что, я думаю, это не последняя наша формулировка определения личности. Здесь стоит отметить еще тот факт, что, как нам задавали вопрос на первый, в первый день ребенок для нас не является личностью все-таки. То есть ребенок, который только рожден. А вот когда он уже рожден, он попадает в семью и в семье есть определенный уклад, определенные ценности, он уже в процессе становится личностью. То есть не то, что даже в процессе, то есть когда он сам осознает эти ценности, которые семья ему привила, то есть вот оно формирование личности человека, из индивидуума превращается в личность. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше мы попытались дать два определения, которые, по нашему мнению, очень важны для дальнейшего рассмотрения. Первое. Норма. Это принятая форма поведения в обществе. То есть мы рассматривали общество, в котором может находиться и находится личность и смотрели, какие же нормы поведения есть у нас сейчас. Мы с этим не согласны. Мы хотим это поменять. И второе. Ценности. Ценности – это принятые на себя нормы поведения в обществе. Исходя из определений, мы решили определить проблему, то есть проблему прорыва, проблему развития. То есть нормы поведения, сложившиеся в обществе, перестали соответствовать общечеловеческим ценностям, что привело к духовной деградации личности. То есть чтобы был прорыв личности, развитие личности, нужно формировать в человеке правильные ценности и, как следствие, должны быть правильные нормы поведения в обществе. Значит, мы подумали и нашли следующий путь решения. Влияние государства и общественных организаций на нормы поведения в обществе. То есть влияние посредством СМИ, влияние через внедрение государственных программ. Это программы в садиках, обучении детей. Ну, подобные программы. И организация массовых мероприятий – это то, что относится к общественным организациям. И один из тезисов, к которому мы пришли. И корректировка норм поведения у взрослого населения приведет впоследствии к прививанию детям правильных норм поведения, которые будут приняты как ценности. То есть чтобы начать воспитывать правильную личность, правильные ценности прививать с детства, нужно сначала взрослому человеку это объяснить, чтобы он это мог дать своим детям. Делаем вывод. Только при переоценке ценностей, а также при условии наличия качественного образования и мечты становится возможным развитие отрасли, страны и государства. Я правильно понимаю, что направление прорыва – это формирование правильных ценностей в семье? У взрослых людей в первую очередь, а потом уже через взрослых людей в семью. Я бы даже немножко подкорректировала. Направление прорыва – это формирование правильной личности, а чтобы правильно лечить, мы формировали в ней нужные ценности. На одном из слайдов я увидел, что группа возлагает определенную ответственность на общественные организации в плане формирования ценностей человека. Общественные организации бывают разные. И где гарантии, что объективно это будут действительно правильные ценности? Группа учитывала это? Нет таких гарантий, конечно. Мы рассматривали влияние государства и общественных организаций. Ну, общественных организаций в хорошем аспекте. Хотел бы задать вопрос вообще. То есть у вас в докладе постоянно звучат правильные нормы поведения, правильные ценности. Кто определяет правильность нормы ценностей, которые непосредственно должны прививаться? У вас есть какие-то объективные, то есть определения, что есть правильно, что хорошо, что плохо или нет? Да, мы рассматривали нормы и поведение такие общечеловеческие. Это как совесть, как любовь к своей стране, сопричастность людей. Ну, не безразличие, патриотизм. Да, не безразличие. Правильно я понимаю, что как проблема вы только рассматривали разрушение общечеловеческих ценностей, правильно? Ну, не только, конечно же. А проблему формирования самих ценностей вы не касались ее? Ну, касались, это все будет делаться в семье. В вашем представлении, есть ли проблема формирования ценностей? Проблема в том, что стала нормой поступать неправильно. Здорово, что группа вышла на проблематику ценностей, но хотелось бы, конечно, как бы копнуть вглубь, потому что так получается, по ответам я так понял, что проблему формирования самих ценностей группа пока не видит. И это один из ключевых вопросов, как бы все дать разворота движения содержания по игре к развитию. Вот. Ну, то есть как бы вот в этом смысле вот одна, по крайней мере, группа есть. Спасибо. Спасибо. Есть еще суждения? Ну, вот у меня небольшое суждение. Вот я считаю, что очень важно, конечно, работать с детьми, с молодежью, дескать, и как раз отчасти в залоге, собственно, отчасти в залоге ценностей. Но вот я помню, вот удивительное дело, вот, например, мы знаем, что, например, Иисус Христос, он почему-то не учил детей. И вот я бы тут, конечно, к Константину Филипповичу присоединился, потому что, наверное, нужно сделать следующий шаг и рассмотреть, как ценности, как с ними можно работать, как они делаются, формируются, а акцептуются личностью, дескать, как это происходит. Вот, чтобы вы нам на какой-нибудь схеме изобразили, мне кажется, это, возможно, было бы для группы, собственно, шагом вперед. Движемся дальше. Алексей Евгеньевич. Во время слушания доклада посмотрел комментарии, которые, на самом деле, идут из Фейсбука. Я рекомендую группе Дом, там очень хорошее обращение Наташи Аракчеевой, прочитать его. Может быть, сейчас не стоит его зачитывать, оно длинное, но оно важное. Ну вот, выслушал два доклада, и, честно говоря, я не понял, что послужило причиной раздвоения личности, раздвоения вашей группы. Не понял. Я услышал такую мысль, что личность – это человек, который в процессе социализации приобретает ценности. А дальше, через некоторое время, было еще добавление. Принятие на себя ценностей – значит, принятие на себя нормы поведения в обществе. Вот как-то мне представляется совсем по-другому. Личность – это человек, способный идти наперекор общественному мнению и общепринятым нормам. Тогда это личность. Я обращу внимание ваше на то, чтобы русским инженерам, энергетикам Красин и Крыжановскому реализовать идею электрификации России, им пришлось стать революционерами. Короче говоря, чтобы мальчик стал личностью, ему надо научиться драться. Мне кажется так. Движемся дальше. Группа наукоразвития. Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Антон Лугинин. Мы наукоразвитие. И сейчас вам Елизавета расскажет, собственно, чем мы занимались сегодня. Всем доброго вечера. Итак, можно на слайд сначала назад. Тема сегодняшнего доклада, который мы выбрали, может быть, для вас это будет резать слух, что тема – это задача. Но это действительно так. Задача создания системы образования развивающейся личности. Мы наукоразвитие. И наша цель – это попытаться представить систему образования развивающейся личности на основе развития. Задача номер один – это поднять уровень представления о развитии до уровня знания. То есть мы должны понять вообще для себя условица, а что такое развитие. И в ходе этого были какие-то проблемы, но дальше появилась вторая задача, с которой мы столкнулись. Вторая задача о том, что развитие, получается, включает в себя какие-то критерии развития, то есть характеристики развития. Но эти характеристики зависят от того, кем является носитель этого продвижения. То есть это может быть либо личность, либо общество, они даже вместе. И, наверное, надо пояснять, кто такие личности, кто такие общества. Это все здесь группы, мы с вами. И на самом деле наша группа пришла к такому, может быть, даже моменту, можно сказать, что нам сейчас нужно работать с вами сообща, потому что перед тем, как исследовать характеристики, перед тем, как выдвинуть какие-то качественные характеристики развития, нам необходимо сначала вообще понять, кто такие носители, какими характеристиками обладают они. А дальше понять, вот есть разное общество, есть разные личности. Может быть, личность, которая работает на заводе, или личность, которая сидит в Министерстве энергетики. И у них будут разные какие-то качества, и они по-разному будут видеть свойства, какие-то характеристики развития, то есть как должна выглядеть страна в будущем. И вот сейчас мы подготовили для вас пример, чтобы было немножко понятнее, какую работу мы бы хотели провести со всеми вами. Передаю слово коллеге. У нас есть Россия, есть люди, есть русский человек. Мы взяли русского человека как некую проблему, вот, точнее его проблемы, какие у нас. У нас проблема у русского человека, это первая лень. Ну, собственно, все мы грешны этим, и это действительно имеет место быть. Это имеет место быть у каждого, но почему-то вот именно в России это такой изъян, который играет всегда очень важную роль. Собственно, что касается пути решения, и как мы будем это решать. Используя вот нашу технологию, которая очень тяжелая, очень сложная, и она состоит в основном из аналитических рассуждений, мы пришли к такому выводу, что русского человека нужно изменять с самого детства. Это во многом вопрос личности, вопрос дома. Это как раз вопрос о том взаимодействии групп вместе. Далее идем в школу. В школе у нас есть программы. Программа, она тоже меняется все время, но никаких качественных изменений не происходит, потому что ребенок сейчас с каждым годом он все меньше понимает, скажем, физики, химии. Для него это темный лес. Его интересует то, что там на улице. Его интересует, собственно, какой-то реальный мир. Вот сейчас у нас дети растут на таких сказках, как Иван Дурачок, который там что-то сделал, куда-то пошел, где-то затупил, ему за это дали денег, красавицу жену, и все, и живет он в замке, у него все в шоколаде. Но, мне кажется, я бы не хотел такую сказку рассказывать своему ребенку. Родители должны понимать, какие сказки рассказывать нужно, какие нельзя. Может быть, нужно придумать свои сказки. Сказки не всенародные. Меняется время, меняется народ, менялись сказки. Но сейчас, когда у нас информационная такая обеспеченность, мы можем сохранить сказки и ничего не менять в них. Ничего не меняется, не меняются и дети, а время идет, развития нет. Собственно, это я к чему. Сейчас у нас мечта русского человека – это жить как в сказке. С помощью нашей технологии, возможно, мы и не сможем изменить мечту, но мы сможем изменить какие-то ценности. И, собственно, вот наша технология – это и есть наше направление прорыва. Спасибо большое группе за доклад. Он вполне понятен. И ощущается, что это не пустые ваши слова, что вы хотите с нами работать. Правильно ли я понимаю, что группа наукоразвития готова объединиться с группой образования личности для решения схожей одной задачи? Нет. Мы должны работать с вами со всеми. Итак, можно я тогда вам поясню? Это, конечно, будет вопрос не на понимание, а немножко объяснение. Можно открыть вторую цель? Короче, вторая цель, она… Вот первое. Мы должны понять, что такое развитие. Может быть, даже в нашей с вами маленькой компании какой-то, если мы действительно хотим что-то в жизнь воплощать, то мы с вами должны понять, что такое вообще развитие. Из этого определения, если его разбирать, кому там, не знаю, может быть, будет интересно вообще, к чему мы пришли, что для нас развитие. Мы понимаем сейчас, что развитие, оно задержит какие-то критерии качества. Группа, значит, говорит, вот наша технология, это прорыв, мы занимаемся наукой развития, наукой развития, а как-то не слово, а так сказать, об основаниях этой науки, какие задачи она решает, хотя бы какие-то общие слова, значит, и что за технологии такие? Изначально я говорю, что задача у группы, мне кажется, самая сложная, самая трудная. Это мое субъективное такое ощущение было до того, как началась игра. При этом я знаю, что группа сильная, я вижу это. Я знаю, что игротехник, ну, очень мощный у вас. И тем более я должен поделиться своими какими-то, если не критическими замечаниями, то замечаниями, которые меня тревожат, когда я слушаю доклад группы. Возможно, я не все уловил, и, возможно, способ донесения непростого материала, непростой работы, которую делает группа, сама по себе сложность, и поэтому проблемы понимания еще могут существовать. Потому что, вроде бы, я понимаю, что группа отвечает на вопрос, взялась отвечать на вопрос, что такое развитие, и это очень сложно. Движемся дальше. Группа Министерства развития энергетики. Тема нашего доклада это направление прорыва и роль Министерства развития энергетики. Мы, готовясь к этому докладу, рассуждали следующим образом, что раз у нас есть направление, то мы должны указать начальную точку и конечную. То есть первый слайд, он, в принципе, достаточно очевиден. Начальная точка – это исходное состояние нашей энергетики, которое можно охарактеризовать словами такими, как сегодня у нас не всегда удобная энергетика, она не всегда экологична, и не всегда она может обеспечить энергобезопасность страны. А цель, к которой должен привести технологический прорыв, это развитая энергетика. А в докладе мы бы хотели, собственно, сконцентрироваться на этой стрелке на путях прорыва. Следующий слайд. И рассматривая пути прорыва, мы пришли к выводу, что, в принципе, вчера многое, многое из этой работы мы сделали. Приведена таблица. Левая колонка – это критерий исходного состояния. То есть, по сути, это оценка того красного кружка левого исходного состояния энергетики. А правая колонка – это как раз путь. То есть, это те действия, которые необходимо совершить для того, чтобы у нас произошел прорыв, произошло развитие энергетики и произошло ее превращение в энергетику будущего. Для того, чтобы все это осуществить, необходима некая организация, которая бы взяла на себя ответственность за осуществление абсолютно всех этих путей. На сегодня такой организации нет. И нам кажется, что функция этой организации – это и есть функция Министерства развития энергетики. Обрадовала меня группа. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот запахло прорывом. У меня такое ощущение. Сейчас я им поделюсь. Я разговаривал по телефону сегодня с Олей и спрашиваю, что происходит в группе. Она говорит, группа вроде бы как склоняется к тому, что вся соль в общественных организациях, и вроде как туда дрейфовать надо. Ну или что-то в этом роде сказала. Я обозлился и сказал, передай группе, чтобы кто считает, что надо работать в общественной организации, пусть уходит из группы к чертовой матери. Я не знаю, как она там передала, что-то там произошло, не знаю, что произошло, но я вот сейчас сижу и тихо радуюсь. В общем, я вспомнил Глеба Максимилиановича Крыжановского. Ведь он создал учение об энергетических порогах. Как я понимаю это учение, что в нем существенного? Он говорил, что развитие материальной культуры, и вся история развития материальной культуры, она всегда была связана с преодолением энергетических порогов. Именно энергетических порогов. То есть, человек освоил огонь. Ему стало тепло, он стал есть другую пищу, другого качества, он изменил качество жизни. Но кроме этого, он освоил не просто огонь, он освоил огонь высоких температур. И у него появился бронзовый топор вместо каменного. И наступил бронзовый век, эпоха. Сменилась эпоха. А потом он освоил еще более высокие температуры. И знаете, что произошло? Догадываетесь, да? Век бронзовый сменился веком железным. И, собственно, он говорит, и дальше на самом деле вся история развития материальной культуры это история освоения, преодоления энергетических порогов. Идем дальше. Энергетика будущего. У нас что здесь звучит? Как? Что мы видим в развитии энергетики будущего во внедрение новых технологий? Так, ну и, собственно, все. Спасибо. Спасибо. Так, у нас осталась еще одна группа. Технологическое лидерство. Прошу вас. Мы определили для себя цель на данный момент это направление в энергетике, которое необходимо развивать для достижения технологического лидерства. Вот в данный момент мы считаем, что невозможно технологическое лидерство без развития машиностроительной отрасли. Поэтому это проблема номер один. Вторая проблема, второе направление это необходимость введения новых высокоэффективных высокотехнологичных, высокоэкологичных способов производства энергии. В качестве решения всех ранее озвученных проблем предлагаем задуматься, а кому это нужно? Потребителю, возможно, частным компаниям, которые, собственно, энергетические, или, может быть, это нужно государству для обеспечения его суверенности, для обеспечения его энергонезависимости и для обеспечения его будущего. Ведь энергоресурсы не безграничны. Ну вот я хотел все-таки хотел группы спросить. Вот я правильно понимаю, что группа, дескать, может, собственно, как сказать, что группа не видит, собственно, проблемы разработки новых технологий. Что если будет, например, заказ, то технология может быть разработана. Я правильно понял? Да. Понятно. То есть тогда, ну в общем, видимо, судя по всему, есть сложности с получением заказа. Я правильно понимаю? То есть вот что-то в эту сторону. И, дескать, вы ожидаете, что если будет, например, национализация, то, дескать, это может как-то способствовать тому, чтобы, в общем, государство бы стало заказчиком. Я правильно услышал? Да, в общем, понятно. Да. Да, ну вот, в общем, я хочу сказать, что действительно необходимо признать, что вот, например, вчера группа энергетика будущего как раз докладывала о том, что, в общем, вот были направлены запросы в разные компании с, в общем, с поиском задач, задач, дескать, на новые технологии запроса. И, в общем, надо признать, что в энергетике запроса на новые технологии не очень много. Вот другой вопрос, а в какую сторону группа может двигаться? то есть, вот мне кажется, что, как сказать, вот есть такое знаменитое, знаменитое письмо, собственно, физика Капицы Сталину, где он говорит о том, что, по его мнению, главная проблема, почему не внедряются инновации в России. Это, дескать, то, что в сознании присутствует, ну, как бы, как сказать, дескать, в общем, уверенность, что только западные технологии самые лучшие. И, дескать, вот эта вот неспособность, или, как сказать, вот не отсутствие, а, как сказать, то, что наши компании не опираются на собственные силы, на силу собственных инженеров и, дескать, не разворачивают вот эту вот инженерную деятельность. И, дескать, это письмо было отправлено Сталину и оно было, в общем, видимо, дошло до адресата и он это письмо потом прокомментировал и, дескать, потом в детских своих выступлениях он как раз об этом говорил, что главная задача сегодня нужно, дескать, сделать ставку на собственные силы, потому что нам, собственно, запад нам не поможет и, дескать, и отчасти после этого было, ну, как бы изменилась ситуация в стране, потому что, в общем, дескать, стала, собственно, развернута вот эта вот система, я так понимаю, отраслевых министерств, министерств, в рамках которых им была поставлена задача, собственно, создать собственные институты, в общем, отдельные, получается, отдельные там заводы, которые бы эти технологии, собственно, разворачивали, разворачивали. Вот интересно, например, завтра увидеть, способны ли будет, например, Министерство развития энергетики поставить вам задачу, дескать, и, собственно, как вот это вот дело может быть, собственно, на самом деле, как это может быть развернуто. Я думаю, что, ну, дескать, вот, мне кажется, важно, чтобы группа не уходила вот в такие революционные вещи, дескать, чтобы делать революцию, мне кажется, ваша задача в другом, ваша задача как бы обеспечивать вот это вот развитие технологий.